Вот, пьем еды, которая едет в одну точку, туда, к полкам. Еще нам очень нужен фотоблок, потому что на машине, ну вот я говорю, завтра уже будет снегопад, и все будет не прыгать. Ну, конечно, снегоуборчик. Вот, почему с фотоблоком хочу? Потому что хочу на нем же и возить весь фотоблок с прицепом и снегоуборчик. Им же почистил, им же это все отвез, потому что вот на руках вот с этим все бегать. Ну, это, конечно, уже не серьезно совсем. У нас монтаж одного дня сурка. Все пытаюсь снять целый день, но у меня не получается, потому что телефон садится до солнца, то еще что-нибудь. Вот, я сегодня дошла до этого отсека. Вчера у меня поделятся телеком, чего? Там медведи носятся, спать, ха-ха. Вон у них там игрище. Какие жопенькие, не могу прямо. Все, вот это вот, да. Короче, не складывается у нас со сном в этом году. Хотя, вот я говорю, мы их уже закрыли в один отсек. У них будка. Все. Видимо, пространство. Это пофигу. А тут вот вы, Дарикошенька есть. А вчера у него лапки дрожали от холода. Не, не дрожали, но когда из теплой будочки выходят, он не наступал на холод. Вот, не очень приглядно примерзла экран, но сейчас не это драть. Это вот за эти как раз там 3-4 морозных дня, то есть все, что, конечно, намерзает в вольере. Сейчас не убрать. Мы ждем тепла. Если убрать, то мы успокоимся с вольером. Да, Данька, помогает? Один тот помощник. Да, помогатор. Да, там ведро, там воды уже нет, к счастью. Да, мы в воде обязательно приносим. Жидкую воду, даже в такие минуса, наливаем чуть-чуть хотя бы, чтобы он попил, потому что рыбу ест. Поэтому, кажется, эти холодные дни у нас немножко грязненько, потому что я еще раз говорю с уборками, сейчас не особо... Ой, и волки носятся, все носятся. Вчера гуляли. Я их вчера нагуляла, вчера была без Даньки. У меня вчера все было, но снимать невозможно, потому что они, конечно, сильные, как не знаю что. Вот, и я как бы одна с двумя, мне вообще руки не освободить. Ой-яй-яй, прямо веселуха у них там. Ой, веселуха. А вот завтра, по идее, у нас выходит строительство на выгульную зону. Им огораживать, чтобы можно было их не гулять, а просто выпускать, чтобы у них просто был большой вольер. Вот, завтра. Ну, если погода позволяет, завтра Сергей выходит. Завтра мелкие истории, больше посмотреть, посчитать, почистить, там кое-что. Ты что такое делаешь? Ты на собаку лег? Да, тепленькая? Тепленькая, да? Ой, Пуша, не толкай его. Пуша. Не толкает он ведро, он с цыплятами сейчас. Ну, вот, короче, если погода позволит, завтра Серега выходит делать им в огульную зону большую. Вот, девкам. Смотри, какие огромные выросли уже. Вообще коняки, конечно. Прямо лошадяки коняки. Взрыв холост. Кстати, форосных дней сегодня самый неприятный, хотя не самый холодный. Вчера было холодно, но если там что-то делаешь, работаешь, то нужно согреться. А сегодня ветер. Да, Данька? И такое ощущение, что он снимает просто кожу с лица. Поэтому мы, конечно, сегодня прям о-о-о, как замерзли. Вот. А животные нормальные, я смотрю. И волки играют, и выдрычут, бегают. То ли они потепление чувствуют. Да, они во всех настроение на подъеме и позитиве. У нас сегодня снегопады начались, что, конечно, не может не огорчать, потому что это сейчас все заметет. И все, я буду ходить по барханам и тугробам. Вот, ну, есть такая песня, да, снег, это же вода, растает и уйдет. Я сегодня хочу поговорить как раз о снеге. Немножко о том, кому мы даем снег, кому не даем, что, как и почему. Дело в том, что кошка нельзя тырить здесь, бери цыпленка. Сейчас, подождите. На, нет, на, цыпленка, цыпленка, бери. Все. Дело в том, что мы многим зимой даем снег, а не годом. Когда нас за это порицают некоторые, возмущаются. Но мы этого не скрывали. Объясню пока по причине даем. Ну, потому что у нас животные задерживаются в условиях уличных температур. Животные наши полоты здесь зимующие. Ну, извините, кому неприятно, но ворон есть разная еда, в том числе и кроликов, и рыбу, и крысу. Вот, и, соответственно, вода замерзает. Ставить в тапливую воду смысла нет. Большинство видов совершенно нормально получать зимой снег. Да? Нет, давай я тебя насыплю, можно в этот? Не знаю, я тебе насыплю в чан. Хорошо? В чан можно? Не надо у меня ведро отжимать. Тем более у тебя есть. Ну, что ты кусаешься? Вот, я тебе в таз насыплю у тебя целый таз. Играйся. Не дерись со мной. Жопень, а? Не дерись. Играйся. Вон у тебя целый таз. Не отдам. Ай-яй-яй. Сейчас сломаешь. Так, что ж такое-то, а? Вреднючая птица. Вот вреднючая, да? Все, все, все. Снег, в нем можно поиграть, с ним можно повозиться, его можно пить. Но надо помнить, что снег, это мало воды. То есть для того, чтобы было много воды, надо, чтобы было много снега. И снег надо обязательно проверять, чтобы он не снижался в лед, потому что лед животные пить не могут. Вот это да. Сейчас меня убьют здесь, поэтому я приду в вольера. Ну вот, пора было бы где-нибудь в другом месте. Я отмоевала в ведро. Ну, теперь паука. Была вообще ведро мою каждый день. Ну, собственно, на каждое кормление. Поэтому, ну, там ничего страшного, там была просто еда сейчас. Сейчас, чтобы пеночка лежала для... Ну, вот. То есть, соответственно, надо следить, чтобы снега в вольерах было достаточно. Но у нас какие-то вольеры заметает снег, поэтому туда не надо. В какие-то не заметают. И туда мы, соответственно, носим. Ну, вот. Такова мы сейчас дадим крыску и перепелочку. Им, наверное, не надо. Сейчас посмотрим. Но у них обычно снега наметает и так, с той стороны у нас, потому что с той стороны метет с поля. Обычно у них хватает. Да, вон у них снега целая куча. И крысы недоеденные, поэтому я им дам одну перепелочку. Ну, вот. Крысу давать не буду, потому что крыс поели плохо. Ну, ладно, две перепелочки. Нет. Одну перепелочку и пару цыплят. Вот. Нифиг. Крысу тогда дадим кому-нибудь другому. Так, вот кожа есть. Да. Что-то на меня тоже чего хочется. Ты какой стал, а? Норовитый. Ну, всё. Ты отобрал и победил ведро. Что-то не могу, а. Сарап, я достал. Что же у вас? Белому ведру. Он его убил. Убил. Бил, подожди, дай я тебя так срой, чтобы поснимать. Меня только не убивай, пожалуйста. Не, меня не надо. Можно меня не трогать? Всё, я поняла. У вас просто у птиц какая-то проблема с ведром. Белое ведро не зашло. О. Очень у него, конечно, грязно. Ну, я ещё раз говорю, это вот как сейчас растает. Блин, мне ведро, кажется, забрать? Я даже не знаю. Ну что ты? Вытрахнул весь снег, убил ведро. Дурень, вообще не могу. Сейчас я полезу забирать ведро, он сейчас опять воздухарится на него. Надо как-то аккуратнее, прям он будет занять это ведро тиснуть. Чтобы он не видел и больше его не убивал. Потому что он, товарищи, реально в состоянии убить ведро. Очень вкусная крыса, очень. Крыса вот вообще самая то, да, скажи? Кролика вон там проигнорировал. Ты можешь вторую крысу дать? Тихо, 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 тихо. Тихо, не атакуй меня, тихо. Меня нет, не атакуй, нет. Сейчас как дам по жопе. Ты ведро убил, зачем? Ну, ты опасный. Бери крысу. Крысу забери, а меня не трогай. Да, забери крысу, отойди. Отойди, убил, отойди. Отойди с ней. Чуть засадится. Вот и раздух варился. Я зашла. О, боже, ведро. Да. Да ты крысу возьми. Что тебе мороженого цыпленка взял? Ты возьми крысу. Блин. Самая проблема, ведро теперь забрать. Разошелся-то, разошелся-то, а. Вот, ты крысу взял. Все, ешь ее. Едро не ешь. Сейчас дам ему еще одну крыску, раз он такой. Такой любитель крысок оказался, да? Искучился по крысам, кролика не хочет, пускай крыс ест. Все, все, ешь. И не выеживайте. Да. Так, все. Я даже отвлеклась. А, ну я о снеге говорила, да, что. Кто-то валяется, кто-то купается, кто-то игнорирует. Вот, я хотела, честно говоря, на все почему-то побольше, потому что у него мало, чтобы он купался. Ну, учитывая его реакцию на ведро, я теперь даже не знаю, как нам с этим поступить. А еще у него лежат, да, куски кабана, от нам охотники отдали кабана, запчасти от кабана. Мы общаемся с местными охотниками, вот, у всех этих, ну, сбитых и все остальное, и просто какие-то запчасти, если забывают, там, передают. Поэтому ему перепал кусок кабана. Куша взяла старую баранью голову и ходит с ней. Изображает из себя голодную, недокрованную собаку. Хотя свой килограмм она сегодня уже получила. Пошла уже на охотке. Коротко о походе у нас. Вживую это как-то не так страшно выглядит. Да нет, на самом деле тоже, конечно, гопат. Блин, завтра я сюда не проеду. Завтра надо брать впереди себя лопату. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...